Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Фатима Баталибова и коротко о главных событиях этого выпуска. Незаконный семейный бизнес. Отец и дочь задержаны по подозрению в сбыте препарата под названием «Лирика». Как не оказаться в числе пострадавших? В Махачкале проходят рейды по правилам пожарной безопасности. Не стереть в памяти и не выбросить из истории. В столице развернута выставка фотографий, посвященная землетрясению 1970 года. Сотрудники полиции поймали закладчика в «Лирике» в Махачкале. Ими оказались пожилой мужчина 69 лет и его 40-летняя дочь. Они занимались бесконтактным сбытом наркотических средств и сильнодействующих веществ. Задержанная ранее уже дважды привлекалась к уголовной ответственности. На этот раз она задействовала и своего пожилого отца. По данному факту возбуждено уголовное дело. Леня взял, а позвонил, получил вот такие адреса. Вот я вложил и вот только по такому адресу повалил. Я этим занимался где-то, наверное, месяца два, врать не буду. Я уже как раз-таки думала, уже конец и все, вот эти... У меня свои долги были, у меня там своя святата была. Я уже как раз-таки думала, вот этот день-два и все, вот это у нас конец был и все на этом уже. Комендантский час для несовершеннолетних. В Хасавюрте идут рейды по поиску подростков без сопровождения родителей в ночное время. Их проводят работники МВД совместно с комиссией по делам несовершеннолетних. По словам организаторов рейда, данные мероприятия проводятся в интересах самих подростков, чтобы уберечь их от преступных деяний. В ходе проверки в отдел полиции были доставлены шестеро несовершеннолетних и составлено столько же протоколов в отношении их родителей. В Махачкале возобновят централизованный вывоз мусора. С 1 марта вывозить мусор будут муниципальные организации, которые станут временными региональными операторами по обращению с отходами. Отход будут вывозить на лицензированный полигон в Избирбаши. Уже готова спецтехника, формируются бригады рабочих. На стадии согласования находится генеральная схема очистки города. Пока махачкалинцы и местные власти пытаются справиться с проблемой с собственными силами. В администрации города создан оперштаб, который координирует работу по ликвидации мусорных завалов. 134 человека сгорели во сне или отравились угарным газом. Такова статистика МЧС за прошлый год. Подобные трагедии происходят с ужасающей регулярностью. По мнению пожарных, частая причина угара зимой – беспечность людей. Дагестанцы пренебрегают элементарными правилами безопасности. Для предотвращения несчастных случаев специалисты чрезвычайного ведомства проводят обход частного сектора. Подробности в следующем сюжете. Над плитой вещи сушить, категорически запрещать. Это является причиной пожара. Электрохозяйство видели ваше? Вот это видите? Это грубое нарушение пожарных требований пожарной безопасности. Нельзя такие вещи делать. Убирайте все сразу же. Вот причина у нас пожара, которая происходит. Типичная причина. Вы просто выйти не успеете. Деревянный дом, пластиковые стены у печки, а сверху открытого огня – веревка для сушки одежды. Кажется, многие люди и не понимают возможные последствия от такого набора. Снимите вот это все. Вы сейчас свою жизнь ставите под угрозу. И соседи тоже. У вас дом весь деревянный. Если сейчас он отсюда горит, начнет, за 30 минут он весь дом сгорит. Причина отравления угарным газом – одни и те же. Неправильная эксплуатация газового оборудования. В частности, газовые колонки, установленные в ванной или печке-буржуйке. Вот причина у нас пожара, которая происходит. Типичная причина. Вот отсюда будет либо пламя выходить, либо от нагрева она может… Вот эта ткань, правильно? Она же может лить и завтра переходит. Эта занавеска начинает мгновенно, будет гореть. Здесь у вас пенопласт. Люди просто не проснутся. В беседах с жителями сотрудники пожарного надзора подробно разъясняют, как правильно эксплуатировать отопительные печи, как избежать перегрузки электрической сети, а также раздают листовки, буклеты по пожарной безопасности. Даже вот по этой печке, видите, шифер, как вытяжку проведет такую. Для этой печки? В том числе. Эта печка, видите, она не сертифицированная. Здесь все прописано, как используют газ-бутон. Эти мероприятия сотрудники МЧС проводят не для галочки. Ежегодно с начала отопительного сезона такая пропагандистская работа стала уже традицией. Помимо проверки в домах устанавливают бесплатно дымовые пожарные извещатели. Вот смотрите, лампочка здесь мигает. Сейчас, секундочку. Если вдруг он будет пищать, то есть он среагирует на какой-то дым. Если вдруг он будет пищать без какой-либо причины, то есть, значит, он просто засорился, пол оборота против часовой стрелки снимаете, продули его пылесосом и обратно поставили. Извещатель реагирует на дым на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными средствами. Всего одного извещателя в комнате достаточно, чтобы оповестить и разбудить даже крепко спящего человека. Маленький прибор способен спасти большую семью. Автоматика стоит у него здесь? Нет, у них автоматика нет. Да, чест, работал. Алина Багилова, Муса Салгирея, Мурат Бекпарзов, телеканал ННТ Махачкала. Сочи и Махачкалу свяжут регулярный железнодорожный маршрут. Новое сообщение охватит такие города, как Сочи, Грозный, Махачкалу и Дзербент. Сейчас разрабатывается проект строительства ветки, соединяющий аэропорт Махачкалы с существующей железнодорогой. А также стоит вопрос строительства железнодорожного перона на территории аэропорта. Власти считают, что новый маршрут положительно скажется на развитии туризма в Дагестане. В Хасавирсе открыли обновленную школу-интернат номер 9. Более 60 лет в здании не проводился ремонт. В учебном корпусе привели в порядок стены, заменили пол, полностью обновили электропроводку и отопление на всех этажах. В школьные кабинеты закупили новую мебель. В честь открытия обновленной школы-интерната провели праздничный концерт, на котором воспитанники показали свои таланты. Дети здесь выступили и все обещали учиться хорошо. Я думаю, в ближайшие годы уже вопрос, хочешь ты учиться или нет, плохие знания у вас были, у директора не станут вопросами. И все мероприятия, которые на уровне города проводятся, в республике, вы должны быть одними из лучших, одними из первых. Землетрясение 14 мая 1970 года – крупнейшее на Кавказе в 20-м столетии после Шамахинского землетрясения 1902 года. Катастрофу интенсивностью 9 баллов, которая произошла в дагестанской автономии, вспоминали вчера в Мухачкале. Фотовыставка, посвященная памяти этого рокового события, открылась в Музее истории города. Подробнее в материале моих коллег. Разорванная земля, покосившаяся крыша, разрушенные до фундамента стены, игрушки и дети, заваленные обломками. Такие фотографии землетрясения 1970 года представлены на экспозиции. Эпицентр находился в 30 километрах от Махачкалы. Пострадало 25% территории республики. В результате этого землетрясения было разрушено 5 городов, 18 районов, 45 тысяч человек остались без крова, погибло 45 человек. И, в общем-то, были огромные разрушения. Женщины, которые в те годы были юными студентками-второкурсницами, сегодня пришли на выставку, чтобы вспомнить те страшные дни. На моих глазах плинтус, который вот внизу, так сказать, полустена, он отошел вот на такое расстояние, то уходил, то, значит, к стене приближался. Когда идешь по улице, тогда вот эти троллейбусы ходили, как и сейчас по Махачкале, и вот эти провода троллейбусные, то натягивались как струны, то провисали, то натягивались, то провисали. Ну, это было, конечно, жуткое время, и вот это я поняла, что страшен пожар, страшны наводнения. Но вот когда под тобой теперь земля колочется, страшнее, мне кажется, ничего нет. Землетрясение. Кого-то застало на улице, кого-то дома, а некоторых на занятиях. Мне показалось, что ребята сзади сидели и начали трясти наши стулья, стол наш, вот как бы такое было ощущение. Потом вижу все-все так потихоньку-потихонечку, задних рядов выходят из аудитории, лица бледные. Я не поняла, честно, у меня был такой ступор, и я не поняла. Бледный преподаватель, а толчки продолжаются. Выли собаки, гул такой был. Вот гул на самом деле страшный, как будто это из преисподней откуда-то, из глубин земли. По словам куратора выставки, такой проект необходим как напоминание о повышенном внимании во время проектирования зданий. Ведь соблюдение строительных норм значительно снизит риски чрезвычайных ситуаций, позволит избежать человеческих и материальных потерь. Мы планируем на фоне этой выставки провести несколько событий, в том числе пригласить архитекторов, разных архитекторов, молодое поколение и старое поколение, которые принимали участие в постройке тогдашнего города. И провести такой круглый стол по вопросам градостроительства. Возможно, будет еще один круглый стол с привлечением застройщиков, которые сегодня возводят дома. И не секрет, что зачастую не учитываются сейсмонормы и строится жилье не всегда качественно. Экспозиция будет открыта для всех посетителей до 12 апреля. Ларианна Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Звезда мирового дрифта в Дагестане. Один из лучших пилотов планеты Аркадий Цареграцев посетит дрифт мероприятий в Каспийске. Это знаковое событие в индустрии автомотоспорта пройдет завтра, 27 февраля, на территории развлекательного центра Анжи-арена. Здесь именитый гость проведет мастер-класс. Кроме того, состоится кубок дрифта Федерации автомотоспорта среди любителей и профессионалов. Вход для зрителей свободный. В ходе осмотра Анжи-арены Цареграцев вместе с организаторами обсудили планы по проведению следующего крупного фестиваля, который в сентябре пройдет внутри стадиона. Таковы были все новости к этому часу. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч!